Добрый день! В эфире Ресурс Тудей. Обо всех событиях, которые произошли в лицее номер 146, расскажем мы. Орлова Виктория. И я, Артур Хисамов. Конкурс завершен, задачи остаются. В целях совершенствования и улучшения организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в сентябре-октябре 2019 года проводился Всероссийский конкурс лучших проектов региональных муниципальных систем организации питания, обучающихся в общеобразовательных организациях. На очном этапе в Москве 21 и 22 октября город Казань представлял лицее 146 ресурс, проект которого, реэстетик лицее 146, выстроенная логистика управления процессом организации здорового питания, был оценен высшим баллом в ходе предварительного заочного этапа конкурса. По итогам сложного выбора жюри, практика управления организацией питания в лицее 146 ресурс признана лучшей среди школ финалистов Всероссийского конкурса. Поздравляем коллектив лицея. 16 октября группа наших лицеистов под руководством Уголева и Анастасии Андреевны отправились на 8-й открытый фестиваль Академии школьных дебатов. Форум длился 5 дней. За это время участники смогли также посетить мастер-классы по искусству дебатов, ардорскому мастерству и принять участие в интеллектуальных играх. Туголукова Злата и Лашкина Юля стали призерами и заняли третье место в англоязычной лиге. Поздравляем! Юно-армейцы на старте к первым победам. 11 октября 2019 года прошла районная викторина по гражданской обороне среди участников юно-армейского движения. Команда лицея заняла 5-е место среди 19 команд. Хороший результат, учитывая, что ребята сравнительно недавно участвуют в юно-армейской подготовке. Благодарим руководителю отряда преподавателей организатора ОБЖ Романову Ирину Анатольевну за подготовку команды. Учеба, учеба и еще раз учеба. В лицее прошли Олимпиады, результаты которых вы сейчас видите на экране. Физика. Будущих победителей подготовил бескровный Дмитрий Валерьевич. Право подготовили Халиульна Резидар Ашидовна и Каримов Камиль Мунирович. Авраменко Вероника, Заикин Артем, Рахимова Камила стали призерами районного этапа Олимпиады по праву. Победителем Олимпиады по информатике стал Курбанов Радив, ученик 11-го класса. Цветочное вдохновение для учителей. 5 октября в праздничный день родители учеников 4-го А-класса подарили учителям лицея 146 цветочное вдохновение. Провели мастер-класс по созданию цветочной композиции из живых цветов. Еще одним сюрпризом стал урок счастья, который для педагогов лицея 146 провела в день учителя директор по персоналу ООО Крафт Айр Лашкина Диляра Жамилевна по совместительству мамы двух учениц нашего лицея. Учителя прошли маршрут группами с большим интересом, выполняя креативные задания. Красивым завершением праздничного дня 5 октября стал концерт «Лицейские будни или все лучшее ждет нас впереди» с участием учеников и педагогов нашей образовательной организации. Спасибо всем организаторам и участникам сценического действия. Пусть осень вашей жизни будет теплой. 1 октября коллектив лицея номер 146 ресурс встречал гостей. Гостями лицея стали 80 пожилых людей, бабушки и дедушки. Теплая встреча в холле с учениками лицея под тематический видеоряд, праздничная программа с участием вокальных и хореографических коллективов лицея, вкусный обед, душевные песни и подаренные сувениры. Все это создало особую атмосферу теплой осени. К другим темам. 22 октября прошел отборочный этап конкурса первоклассников «Юный казанец-2019». Ученица первого класса Маркович Анна прошла в финал. Желаем успехов и побед. Вперед, Аня! Мы в тебя верим! А теперь к спортивным новостям. Поздравляем команду юношей нашего лицея, занявших третье место в районном турнире по футболу, который проходил 8 октября. А 16 октября нас вновь порадовали футболисты. Команда старшеклассников заняла первое место в районном турнире по мини-футболу и вышла в городской этап соревнований. Наши поздравления ребятам и тренеру Федорченко Роману Вячеславовичу, который в свою очередь в составе сборной команды нашего города занял первое место в республиканском фестивале ГТО работников образования, который проходил 11 октября 2019 года в Казани. Еще раз наше поздравление, Роман Вячеславович. Развиваясь сами, совершенствую мир вокруг. 25 октября 2019 года совместно с Университетом талантов и Институтом развития образования в нашем лицее состоялась российская научно-практическая конференция «Наставничество в образовании, современная теория и инновационная практика». Целью конференции стало оказание содействия учреждениям, организациям, методистам, педагогам в выборе стратегии и технологий деятельности по наставничеству в школах, вузах, системе дополнительного и среднего профессионального образования. К целевой аудитории относились представители органов управления образованием Российской Федерации и Республики Татарстан, ученые и специалисты, руководители и педагоги образовательных организаций, руководители и педагоги, работающие в системе дополнительного образования детей и другие. На конференции директор нашего лицея Каримова Диляра Салиховна поделилась своим опытом работы и ее темы выступлений «Наставничество как ресурс инновационного развития организации». Участники конференции согласовали общую научную и практикоориентированную позицию в понимании основных направлений практической реализации задач развития и совершенствования наставничества и выработали следующие рекомендации по его дальнейшему развитию. Первое. Предусмотреть проведение конференции на регулярной основе. Второе. Обеспечить выявление, изучение и распространение имеющегося положительного опыта наставничества в СМИ и сетевых профессиональных сообществах. Третье. Способствовать продвижению идей наставничества в обществе. Между нашим лицеем и образовательной организацией Лаишевского района было подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь мы являемся наставниками, и для нас это еще один значимый вектор в развитии лицея. Переходим к рубрике «День рождения. Праздник детства». Этот месяц богат радостными событиями. В октябре свой день рождения отметили Саудат Ташбулатовна Рахманова, заместитель директора по учебной работе. Алина Рустямовна Дельмеева, учитель географии. Гульгина Рамзисовна Исмогилова, учитель начальных классов. Алия Габдуловна Абусева, учитель начальных классов. Асия Абдулхаевна Гатиатулина, учитель математики. Нафиса Мухаммедгараевна Хайрудинова, технический персонал. А 29 октября мы будем поздравлять Алифтину Олеговну Каплан, заведующей информационно-библиотечным центром. И 29 октября будет принимать поздравления директор нашего лицея Деляра Салиховна Каримова. Желаем вам здоровья и терпения. Без вас мы тут, поверьте, никуда. Пусть больше поводов для вдохновения найдется в каждом дне у вас всегда. Спасибо вам за труд ваш и заботу. Ответственность огромная на вас. У вас отнюдь нелегкая работа. Мы ценим каждый день ваш, каждый час. У нас на этом все. В студии были Артур Хисамов и Виктория Орлова. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова